Наследники Победы мы вместе храним Беларусь. Спартакиада под таким названием стартовала в субботу в областном центре. Представители силовых подразделений региона приехали испытать свои силы в разных спортивных квалификациях. Бег, прыжки, дартс и даже виртуозное управление велосипедом. Эти и многие другие соревнования вошли в программу спортивного мероприятия, призванного стать настоящим праздником здоровья. Нам завидуют часто, что созданы условия и для занятий физической культурой, и спортом, то есть то, что необходимо, чтобы каждый человек сознательно укреплял свое здоровье и совершенствовал себя физически. У них очень много проходит спортивных мероприятий, но таких вот, где бы вместе были рука об руку, плечо к плечу, и олимпийцы, и силовики, такое мы задумали в первый раз. Подобные старты Брест принимает впервые. Инициатором соревнований стала Брестская краснознаменная пограничная группа имени Дзержинского, команда которой также вступила в серьезную борьбу. А вместе с ней сборная дружины Министерства по чрезвычайным ситуациям, управление внутренних дел. Символом того, что эти соревнования, точка отсчета нового спортивного мероприятия, стал памятный знак, изготовленный специально к началу соревнований. В том, что эта встреча на Грибном канале будет не последней, уверены и организаторы, и участники. Собрали мы силовые ведомства для проведения такого совместного мероприятия, которое, я считаю, будет не последний раз. Может быть, и в следующем году мы также его проведем. Ну и в следующем такую традицию мы и оставим. Это одна из возможностей, конечно, пообщаться, сравнить свои силы, конечно. Ну и, естественно, элемент соревновательности должен присутствовать. Поэтому мы, думаю, проявим свои лучшие качества. И я думаю, что все-таки составим достойную конкуренцию другим командам-участницам, представляющим силовые ведомства города Бреста. Удивить своими спортивными способностями во время состязаний сумел каждый участник. Организаторы подготовили широкую соревновательную программу. Посмотрев на комплекс мероприятий в этом году, оценив конкуренцию и свои способности, возможно, уже в следующем силовики снова встретятся на подобных стартах, чтобы доказать, кто выше, сильнее и быстрее.